Так уж вышло, что в далёком хреновом году я стал одним из первых счастливых обладателей первого смартфона от уже сейчас известного OnePlus. Тогда они реально выпустили убийцу флагманов. Сразу сорян за словечки, но тут на меня напал экспрессивный, эгоистичный второй я. И не может удержаться от чувств, которые нахлынули на него с самой первой секунды тестирования OnePlus 5T. Прошло действительно уже много времени, и мир узнал во всей красе и мощи теперь уже именитый бренд OnePlus. Чему привели эти годы эволюции для нас, как конечных пользователей? Вот пожалуй на этот самый главный вопрос я и отвечу в конце данного видео. Запасайтесь холодной водичкой, так как она вам пригодится, может для того, чтобы кое-что притушить, а может для того, чтобы с наслаждением выпить засказанное в конце. Впрочем, зачем я заранее расставляю точки над «ы»? Давайте по порядку. Как и всегда, встречают, тут уж простите, банальщина прозвучит, по одёжке. Итак, перед нами стильный, модный, современный, красивый, в меру тонкий и бескомпромиссный смартфон. Флагман компании. OnePlus 5T прекрасно продуман в плане дизайна. Тут всё не лишнее, а если можно так сказать, продуманное за пользователя. Дизайн всегда был делом субъективным, но тут инженеры-проектировщики постарались на славу. Просто наблюдайте, как он выглядит, потому что рассказывать об очевидных вещах бессмысленно. Порить можно и нужно в комментариях. Вы уже знаете, что у меня на тесте была белая версия Star Wars. Хорош чертяка. Тут, именно тут чувствуется отсыл к прошлому компании из-за покрытия Sunstone. Как вы уже очевидно поняли, из слов про дизайн, эргономика на высоте. Можно петь эти дифирамбы ещё очень и очень долго. Так как 6 дюймов, так удобно скроенный, что даже мне, любителю маленьких, про сети экранов, почти удалось привыкнуть к этому очень большому по характеристикам дисплею. Но как ни крути, всё-таки для меня он немного великоват. Но справедливости ради, очень удобен в использовании. Поэтому, если вы сейчас используете смартфон с 5,5 дюймами, то это станет для вас очень приятным открытием в этом плане. Рифленый рычажок переключения режимов крут. У белой версии только один минус. В покрытии. Оно пачкается. Тут сейчас у многих прямо подорвёт пукан. Но при всей крутости и навороченности в OnePlus 5T, всё равно нельзя вставить на одну полку с флагманами от Apple, Samsung и Huawei. Ты. Да-да, именно ты сейчас такой. Но я считаю именно так. Хотя стоит признаться, что подобрались они уже очень и очень близко. Практически во всём. От упаковки до прошивки. Что считаете? Я совсем ебабо? Да нет, конечно же, шучу. Какие флагманы от Apple и так далее? Тут за пусть и не дешёвую цену вы получаете устройство, которое ничем не уступает ни по технологиям, ни по чему-либо ещё. У меня достаточно большой опыт использования разных смартфонов. Что-то попадает на канал, что-то нет. Но скажу так, у OnePlus 5T в своей ценовой категории нет конкурентов. Вот теперь это точно моё мнение. Ставь Лукаса за интригу. По начинке топчик на момент записи видео. Топовый флагманский проц. Много оперативки. Сейчас уже всем понятно и все сняли про то, какой у него игровой потенциал. У меня про ощущения. Итог такой. Игровой, мощный, хватит на долгие пару-тройку лет. Но если вы вдруг топите за озвучивание характеристик, так вот они. Qualcomm Snapdragon 835. 4 ядра по 2.45, 4 по 1.9. Andreno 540, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Ну вот скажите мне, что не будет играться на этом зверюге? Что будет виснуть или не работать? Летает всё. В повседневной работе смартфон не нагревается. В играх, как и все, незначительно. Троттлинг вообще отсутствует. Чё тут сиськи мять? Переходим к экрану и камере. Один из очевидных отличий от той же пятёрки – это прям в глаза бросающийся экран с соотношением сторон 18-9. Это всё по-прежнему и слава богу Full HD. Но теперь просто Full HD+. Из-за высоты. Это первоклассный оптик AMOLED 24 бита. И он превосходно настраивается из-под системы. Видео смотрится очень впечатляюще. Пользоваться смартфоном и потреблять контент – просто космос. Размер 6,01 дюйма. На цифрах, как я говорил ранее, прям ух какой планшет. А на деле всё очень компактно, если можно так выразиться. Полезная площадь передней панели OnePlus 5T – 85,0%. Тогда как у OnePlus 5 этот показатель 73. Нельзя не упомянуть узкие рамки, из-за которых экран становится ещё больше. А также то, что он прикрыт корнен Gorilla Glass 5. Камера, которая у меня оказалась с помощью этого смартфона, творит, по моему скромному мнению, чудеса и днём, и ночью. Сейчас я заткнусь для вас, чтобы вы рассмотрели эти превосходные снимки. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Улучшенная основная и не менее крутая фронтальные камеры снимают для вас снимки, которые уже и без обработки готовы к любому экрану. И смартфон покажет их красивыми и большой 4К телек. Уж поверьте. Отличные фотографии делают три камеры в смартфоне. Две основных Sony IMX398 Plus IMX376 обе с апертурой 1.7 и фронталочка Sony IMX371 с апертурой f.20. Камеры это наверное второе после дизайна, что мне зашло очень и очень. Их основное преимущество это улучшенная съемка ночью. Если быть честным до конца, то на кропе есть к чему придаться. Но камон, то мы все такие на кропе. Такт. Камера OnePlus 5T работает быстро и дает результат, которыми вы точно будете довольны. Софт это коронное блюдо от производителей этих смартфонов. Тут вам улучшенный чистый Android в виде OxygenOS. Android 7.1.1. Совсем скоро официально 8. Шустрая, плавная, ммм, белиссимо. Безгранично настраиваемая. Опять на ум приходят только такие эпитеты и прилагательные. Работает все, но очень быстро. Прям очень. У Star Wars Edition есть своя тема. И свои обои. И свой чехол. И что-то секретное в карманчике. Обновления системы приходят часто. И постоянно производитель прям улучшает, что-то допиливает и так далее. Как вы считаете, это лучше, чем MIUI? Очень порадовал Face ID, который, к слову, нельзя обмануть фотками. Есть все современные средства безопасности. И да, в том числе сканер отпечатка пальцев. Он расположен на задней части смартфона. Все работает очень быстро. Face ID реально работает быстрее, чем на iPhone X. Но тут не стоит особо прыгать от счастья, так как это больше программно, чем от датчиков. И все-таки мне кажется, что в работе Face ID на OnePlus 5T задействована только камера. А значит, такое скоро будет доступно на всех более или менее приличных марках смартфонов. Вот звук тут как бы не впечатлил. Нет, не подумайте. Он тут хорош. Но я остался равнодушным. Основной динамик достаточно громкий. Звонок не пропустите. Есть все стандартные модули связи. Вы без проблем сможете коммуницировать с таким смартфоном по всему миру. То есть, все частоты LTE тут присутствуют. Две наносимки, карту памяти вставить, как вы знаете, нельзя. Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Модели в этом году не отличаются по начинке и различия только в вилке зарядного устройства. Поэтому советую брать европейца. Прекрасно, что есть разъем для наушников. Оптимизация тоже на достойном уровне. Батарейки хватает на 5-6 часов работы в режиме «всё, кроме игр» и не жалея. При этом емкость 3300 махов. Быстрая зарядка тут, как вы знаете, присутствует. Но самое главное, что она есть в комплекте. Но минус в том, что это, собственно, технология Dash Charge. И поэтому, если потеряете, то надо докупать именно такую же. Надо ли упоминать, что есть USB Type-C и очень жаль, что версия 2.0. Вы спросите, Паш, а как поднять бабла и прикупить такой? Я отвечу вам, да. Именно цена и является его самым главным минусом, о котором стоит вопить на Луну. Потому что так хочется, чтобы такой космолёт могли позволить купить себе все, кто хочет пользоваться прекрасно созданным смартфоном OnePlus 5T. Я тут пошукал и нашёл для вас самые выгодные на данный момент предложения о продаже такой модели. Вы ни на секунду не должны задумываться, покупать или не покупать. Если есть деньги, то, конечно же, покупайте, не раздумывая. Ну вот теперь стоит поговорить о том, совершилась ли эволюция. Закройте глаза и на минуту представьте, какими были смартфоны 5 лет назад. Казалось бы, всего 5 лет назад. Закрыли? Представили? Уже тогда мы думали, что это край по технологиям и по возможностям от производителей. Но прогресс не стоит на месте. И инженеры, и волшебные тролли из OnePlus в каждый день уже многие годы приходят на свою великолепную работу. Для того, чтобы творить эту эволюцию технологий на примере своих ежегодно, ну почти выпускающихся смартфонов. И поэтому да, OnePlus 5T в каком-то роде эволюционное устройство. Изменилось многое. От соотношения сторон экрана до алгоритмов обработки изображения в фотокамере устройства. И еще кучу всего. Один новый окрас чего стоит. Казалось бы, он просто белый. Мне кажется, что китайцы тут переплюнули сами себя. Да, не без огрехов, но реально переплюнули. На мой взгляд, OnePlus такие же молодцы в прошлом году, как их конкуренты Huawei. Обе компании много работали, и обе выпустили годноту. Только OnePlus дешевле по итогу. Мои ощущения от использования такие, что я бы обменял все свои смартфоны на один OnePlus 5T, если бы не такой огромный экран. То есть, этими словами я хочу сказать, что для меня это лучший смартфон на андроиде на данный момент. На этом все, дамы и господа. Вы молодец, что досмотрели до конца. Вы супергерой и напишите об этом в комментариях. Вы поможете моему творчеству, если пройдете и посмотрите цены на этого красавца по ссылкам в описании. И поставьте пальчик свой мимимишный вверх и подпишитесь на канал. Всем спасибо и совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok